Вы знаете, а вики-легенды есть. Один мастер старого ортодоксального стиля карате обучался по системе завещанный предкам, ортодоксами, мастерству боя с драконами. Через десятилетия в школе, где он целыми днями занимался, просвещался, он в совершенстве овладел этим мастерством и страстно выжелал проверить свои знания и умения на практике. Учителя и наставники говорили ему, не стоит, зачем тебе это? Ну, у тебя же все есть, регалии, пояса, ну все, ну ты признанный мастер, вон учеников у тебя целая куча, ну зачем? Ну не стоит. Но все же он отправился в горы на поиски дракона. И долго искать не пришлось. В ту пору стало драконов великое множество. И вот в одном восьмиугольном ущелье, наконец-то он с одним из них столкнулся. С не самым крупным, не самым сильным по всей вероятности, но тем не менее. И мастер тут же вызвал его на бой. Тут же. И как быстро он его на бой вызвал, точно так же быстро ему и проиграл. Как так? Что ж случилось? Непонятно. Дело вот в чем, что дракон дрался не так, как предполагал мастер. А те приемы, которые применял мастер, не были так эффективны против дракона. Хотя так не должно было случиться. Он же лучший мастер боя с драконами. Почему? Вот мастер его запил. Как же так? Ты дерешься неправильно. Ты дерешься то, как дракон, то, как тигр, то, как обезьяна, то, как змея, то, как журавль. Фиг его знает, что это такое. Вообще непонятно, как ты дерешься. Да даже в тех стилях, которые ты применяешь, в известных стилях, ты делаешь все не так. То ты отрываешь пятку, то носок не доворачиваешь, то бедро не доворачиваешь, то у тебя стойка неправильная. Да ты, наверное, даже тренируешься не в кимоно. Ты вообще неправильный дракон какой-то. Если бы ты был правильный дракон, я бы тебя непременно победил. Непременно. Ну, что тебе сказать? Значит, ответил ему дракон. Шел бы ты отсюда, петушок. Здесь уже все давно дерутся не так. И славы ты не найдешь здесь никакой. Ни славы, ни победы, если только люлей. Вот единственное, что могу тебе пообещать в полной мере. И ушел мастер, не словно хлебавший. Пришел к своим учителям и говорит. Говорит, патриархи, учителя, в чем же дело? И поведал им всю, значит, историю. Ну, мы же тебя предупреждали, говорят учителя. Зачем ты туда пошел? Ну, зачем? У тебя же все есть. Тебе же сказали, у тебя есть регалии, пояса, ученики. Ну, такую школу прошел. Ну, это знания есть, уважение. Ну, и занимался бы и все. Не, ну, я же хочу побеждать драконов. Я же учился всю жизнь побеждать их. Он говорит, да нормально все? Нет, ну, как же мне быть? В чем теперь смысл моей жизни? Да нормально со смыслом все. Ему говорят, значит, учителя. Ты так, как и раньше, занимайся, тренируйся и тренируй своих учеников дальше. Ну, все. Учи их правильному бою с драконами. Так, как завещали наши предки, так, как это делали патриархи. Продолжай учить их великому искусству боя своих учеников с правильными драконами. Ты в этом не превзойденный мастер. В этом есть твой путь. В этом есть твое призвание. Только предупреди своих учеников, чтобы не ходили они в ущелье и не искали встречи с этими драконами. Понимаешь? А драконы уже давно не те. Субтитры подогнал «Симон»